Девчонки, а вы что идёте? На солнышке-то лучше, чем тут в загоне. Или проголодались снова? Аленка, ты с твоим семейством? С маленькой и с прошлогодней. Бежим-бежим. Бежим-бегом, яхта. А сегодня у нас мороз 18 градусов уже. Ещё вчера было. Сначала 12, потом 16. Румба, а что с тобой? Что ты сделала? Румба. Что такое происходит? Ну, покажи мне. Что у тебя? Износы крови здесь? Что случилось? А вы что, дерётесь или что? А что случилось? Что случилось? Проблема какая-то случилась. Правда, ещё не знаю, какая. Миледи, миленькая моя, что с тобой? Ну, в общем, пришли они за гон. Она прыгала-прыгала на корову, прыгала-прыгала на эту. И обнаружила я у неё такую соплю. Прям она даже вся, можно сказать, кровяная. Я подумала, что она только абортировала. Потому что всё это время, больше месяца я за ней просто наблюдаю. Мы лечим, ей мастит лечили. Вот и сейчас у неё, вот видно, да, вся эта доля попухшей. Два курса лечения прошли. То ли она загуляла. Ну и третий вариант. Ещё только случится беда. Не знаю, миледи, что с тобой. Больше полсрока. Месяца в пять, наверное. Хотя живот у неё остался ровно таким же. Девц пьёт, жуёт жвачку. Вот. К вечеру успокоилась. Но уделение в любом случае у стельной неблагоприятные последствия могут привести на таком сроке. Их не должно быть ещё. Да, тем более такие грязные. Какие-то с примесями крови. Бегала я, искала этот плод везде. И по кустам ходила, где они стояли. И в сарае, где они ночуют. Ничего не обнаружила, к счастью. Ну что, миленькая, буду с тобой наблюдать. Да? Может быть, с дитёным ещё останешься в этом году. Ну что ж, бывает. Хорошо. Хорошо. ONG Продолжение следует...